Сегодня многофункциональные центры стали неотъемлемой частью жизни жителей Щелковского района. Получение справок, регистрация на участок, разрешение на строительство. МФЦ предлагает целый спектр государственных и муниципальных услуг населению. Работа в режиме одного окна позволяет оформить или получить необходимые документы в максимально низкие сроки. Головной офис МФЦ располагается в Щелкове, но также действует и ряд удаленных окон в поселениях района. Но, как и любая другая система, подобная работа должна находиться под контролем властей. Так, Щелковский многофункциональный центр посетили депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и депутаты районного совета. На что мы обратили внимание, что, конечно, сейчас, в век развития информационных технологий, необходимо создать, наверное, сайты с общей навигацией, с общей структурой для всех МФЦ Московской области. Мы обратили внимание руководства нашего МФЦ, что сайт, конечно, нужно сделать более удобным, более удобным по навигации для того, чтобы житель, который зашел на сайт, сразу мог получить всю информацию, необходимую для того, чтобы потом получить услугу, которую предоставляет МФЦ. Было отмечено, что перечень услуг, упрощающий быт граждан, растет. Так появились дополнительные окна для представителей бизнеса, вследствие чего снизилось время ожидания. Но не по всем направлениям, что связано с территориальным охватом. На сегодняшний день услугами МФЦ пользуются жители всего города. На специалистах центра большая нагрузка. Потому встает вопрос открытия дополнительных окон в отдаленных микрорайонах. Есть у нас проблемы территориального охвата населения. Вот микрорайон Чикаловский сегодня нуждается, как нам подтвердил руководитель, центр открытия дополнительного окна. Но те нормативы, которые приняты на уровне области, этого сделать не позволяют. Поэтому придется вот эти нормативы корректировать. Также состоялся визит Владимира Шапкина в управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Щелковскому муниципальному району, городским округам Лосино-Петровске и Фрязино. В свою очередь он отметил, что подобные встречи – обычная практика работы депутата. Все государственные программы, они охватывают все сферы. И чтобы понять, какие где проблемы, вот для этого есть различные формы. Первая – это информационная, ну то есть статистика. А вторая – это непосредственно побывать, пощупать своими руками. Поэтому здесь я уже не первый раз, и мне были высказаны ряд проблем, которые необходимо решить в этой отрасли, как и расширение кадрового составляющей, материально-технические условия. На встречу депутат прибыл не с пустыми руками. Коллективу был вручен цветной принтер, необходимый для самостоятельного оформления стендов с фотографиями ребят, проживающих у приемных родителей. Средства на многофункциональное устройство были выделены из спецфонда. Анна Бальет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...